Российский автопром обрастает новыми партнерами. И в первую очередь в области электронных компонентов, включая блоки антиблокировочной системы тормозов, которые прежде нашим заводом поставлял немецкий Bosch. Как сообщает DROM, в этом вопросе АвтоВАЗ сделал ставку на китайскую фирму Trinova. Первой моделью, которая получит поднебесную АБС, станет Lada Largus, а затем систему примерят остальные модели отечественной марки. По информации издания, выпуск первых таких Largus изначально планировался на конец июня, но китайцы задержали поставки компонентов, ссылаясь на ковид. Теперь, очевидно, запуск линии B0 придется отложить до конца июля. В свою очередь УАЗ начал искать альтернативу задолго до начала полупроводникового кризиса, выбрав продукцию китайского бренда APG. Их АБС представляет собой реинжиниринговый вариант антиблокировочной системы Bosch восьмого поколения. Пока ульяновцы не сертифицировали внедорожники, оборудованные электроникой из КНР. Сейчас испытания проходят только буханка без антиблокировочной системы, но очевидно, что получение новых сертификатов лишь дело времени. Кстати, если АвтоВАЗ сейчас начинает выпускать автомобили, отвечающие нормам Евро-2, то УАЗ продолжит делать машины пятого экологического класса. Кстати, о пресловутых санкциях. Ульяновский автомобильный завод впервые попал под арестные ограничения со стороны Евросоюза. В кратком пояснении говорится, что УАЗ наказан за поставки российским вооруженным силам внедорожников «Патриот». Попадание УАЗа под европейские санкции, помимо прочего, означает исключение из гаммы «Патриота» и пикапа модификации с автоматической коробкой передач «Панч Пауэр Глайд». Ведь и компания, и сам агрегат французские. Так что любителям автоматов лучше поторопиться. У дилеров такие внедорожники пока есть, при том цены почти не отличаются от рекомендованных. Купить двухпедальный внедорожник вполне реально за 2 миллиона рублей. Кроме того, в шестой пакет ужесточенных антироссийских санкций Евросоюза также вошел КАМАЗ. Формально производящий военную технику «Ремдизель» давно является отдельной компанией. Но такая рокировка европейцев не смутила. В санкционном списке «Ремдизель» указан отдельно со ссылкой на КАМАЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова